всем привет спасибо что присоединились и так сегодня ремонт есть небольшая проблема с моей xc70 с пробегом 111 тысяч километров машина девятого года 13 лет 13 суровых зим вот эту запчасть мы сегодня поменяем вся дополнительная информация будет в описании к видео и так что происходит начал замечать заедает ручка пятой двери при открывании то есть нажимаешь она какая-то тугая и не возвращается на свое место и становится все хуже и хуже решил не тянуть брызгал предварительно не помогло вон видны следы ржавчины с правой стороны то есть как я полагаю ось ручки поржавела плюс там есть какая-то пружина не разбирал не знаю точно где она если она имеется но явно проблема есть ручка стала заедать решил не ремонтировать а просто поминать поменять всю деталь в сборе давайте распакуем брал у дилера почти 200 канадских долларов недешево ну что поделать сделано в чехии и так что мы видим в комплекте уже идут два плафона подсветки номера вместе с лампочками обычного накала поменяем на светодиодные новая ось естественно вот хорошо работает отлично отпрыгивает назад вот здесь такой вот микрик который дает сигнал на открытие в описании к видео я кину ссылки на различные проблемы которые могут возникнуть включая с проблемы с микриком с гнившей проводкой попадание сюда воды через прокладку и загнивают пины вот в этом сером разъеме все ссылки будут в описании к видео чтобы вы знали какие потенциальные проблемы могут быть также с этим узлом по периметру идет вот такая интересная прокладка которая предотвратить попадание воды снимем мою и сравним с новой и так разбирается довольно таки не сложно по бокам выкручиваем два шурупа под торкс 25 и еще два шурупа в ручке изнутри в ручке изнутри Аккуратненько снимаем пластиковую клипсу, которая придерживает декоративную крышку замка. Вынимаем кнопку и отсоединяем разъем. Здесь мы видим модуль закрытия багажника от Евгения. Ссылочки будут в описании. Модуль доступен. Пользуюсь постоянно. Всем советую. Вот такая кнопочка от Volvo. Если кому-то нужен номерок, его здесь видно. И теперь сдергиваем панель. Аккуратненько отщелкиваем. Теперь, если вы никогда не снимали эту панель, есть вероятность, что у вас обломаются, скорее отклеятся некоторые элементы. Я вам сейчас покажу, что происходит. Пластиковую часть снимать не обязательно. Просто отсоединяем с обоих сторон. Там металлические клипсы. И сейчас я покажу местоположение, где соединяются нижняя часть с верхней. То есть вот здесь у нас есть вот такая металлическая клипса, которая входит вот в это отверстие. Теперь вот эти места, вот эти пластиковые пластины, они могут отклеиться от самой панели изнутри. Я уже эту панель снимал, поэтому я проклеивал. И как вы видите, у меня все, слава богу, целое. Ничего не отвалилось и не отклеилось. Если у вас отклеилось, покупайте клей на ваш выбор и просто приклейте назад. У меня все держится до сих пор. Чтобы вытащить узел, надо снять номерной знак и его крепление. Головка на 10. Держатель номера я менял и красил, иначе он был полностью ржавый. Как вы видите, у меня он в отличном состоянии. Теперь изнутри нам надо отсоединить вот этот тросик, отщелкиваем вот этот желтый предохранитель, аккуратненько его стягиваем и вытаскиваем с тросик вверх. Там все довольно-таки просто и интуитивно. Все понятно, как только вы на него посмотрите. Почти как тормоза на велосипеде. Откручиваем 4 гайки на 10 мм, 2 посредине и 2 по бокам. Хочу отметить, что гайки, как только ты их сорвал, они очень легко откручиваются пальцами, поэтому я решил потом посадить их на герметик, чтобы они так легко не откручивались. Аккуратненько не уронить их внутрь. Отсоединяем разъем. И в общем, готово. Можно снимать панель. Очень-очень интересно посмотреть на состояние проводки и разъема. Аккуратненько отсоединяем. И тут на самом деле пластиковые такие держатели, которые немного придерживают весь этот узел. Хорошо, крышка пятой двери не металлическая, а из чего-то такого, что здесь ничего не может поржаветь. Обязательно здесь все помою и вытру перед установкой новой панели. Итак, сравним и посмотрим поближе на отличия. Видим тот же самый номер, но не видим, где было произведено. Тот же микрик. Проводка в хорошем состоянии. Никаких следов коррозии. Разъем в отличном состоянии. Да, видно следы попадания пыли, но я не вижу, что туда попадала вода или соль. То есть, в общем, возможно, можно было как-то спасти ситуацию, но уже поздно. Уже купил. Буду устанавливать новую. Теперь смотрим на отличия, как работает новая. Я не знаю. Я попробую разобрать. Мне очень интересно попробовать отремонтировать. Позже я это буду делать. На видео снимать не буду. И также видно здесь, что это одни и те же микрики. Если кому-то нужен номерок, пожалуйста, здесь его видно. Здесь видны тоже вот следы ржавчины на оси ручки. Видно, как она поржавела. Возможно, его можно вытащить, как-то почистить и установить назад. Не знаю. Интересно будет разобрать, опять же, и посмотреть. Разъем в отличном состоянии. Опять же, есть случаи, когда проблема именно в разъеме. Так как у меня стояли светодиоды, я их хочу поменять и установить в новую запчасть. Продолжение следует... Далее я решил усовершенствовать деталь, немножко продлить ей жизни и взять прозрачный силикон. Написано прозрачный. И пройтись по всей проводке, чтобы даже если туда попала вода, оно было лучше защищено. Не знаю, насколько это поможет, но я думаю, это точно не помешает. Так что я тоже видел на драйве, люди силиконят по периметру, чтобы туда вообще ничего не попадало. Этого я делать не буду. Хочу, чтобы выглядело хорошо. Так что вот так вот я это сделал. Также добавил специальную смазку для контактов, чтобы даже если туда попадала какая-то влага, возможно, это как-то поможет и предотвратит. То есть вот сюда в разъем. Пишите в комментариях, если я сделал правильно. Также есть вот такой у нас продукт, такие вот сопли, которые защищают от коррозии любой металл, который вы решили покрыть. Поэтому я теперь буду периодически пробрызгивать это место, чтобы продлить срок службы. Наверное, если бы я это делал раньше, но кто знал, этого бы не случилось, по крайней мере, так быстро. Устанавливаем назад. Все очень просто. Вставляем панель на место. Предварительно я хорошенько там все протер тряпочкой. И вот такой вот, не знаю, как это назвать, герметик, который будет держать чуть-чуть лучше гайки. Поэтому я их смазываю, чтобы они так легко не откручивались на всякий случай. Ух ты, оно еще и ходит. Важный момент. Аккуратненько устанавливайте тросик. Было довольно-таки темно здесь, и я не заметил, как я его туда пихал, и я сломал пластиковый усик, который придерживает тросик на своем месте. Я покажу на старой панели. Вот этот пластиковый усик я обломал. Поэтому пришлось использовать... Вот здесь сейчас я покажу еще раз. Вот тут хорошо видно. Я решил использовать пластиковый вот такой хомут, чтобы затянуть, и чтобы тросик не выскочил случайно. Так что аккуратно, когда вы устанавливаете. Вот здесь хорошо видно, как он установлен и придерживает трос. Давай вот так. Поживай? Да. Здесь можно справиться в одиночку. пластиковую верхнюю панель надо посадить на желтые пластиковые клипсы. Вот то, что я делаю сейчас. То есть аккуратненько смотрите. И аккуратненько защелкиваем панель, просто ударяем по ней и прижимаем к пятой двери. Не забываем про проводку кнопки, чтобы потом не пришлось опять снимать. Важный момент. Подсоединяем кнопку и модуль. Кнопку на место. Прикручиваем четыре шурупа по сторонам и ручка изнутри. Возвращаем декоративную накладку на замок. Прикручиваем номерной знак на место и тестируем. Надеюсь, это видео будет кому-то полезным. Спасибо, что вы его просмотрели до конца. Ставьте лайк. Это помогает каналу. Комментируйте. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропускать новых видео. И до скорых встреч. Пока-пока, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok